В летний период времени нагрузка на федеральные трассы в Забайкалье увеличивается в несколько раз. Многотонные фуры, перегонщики и смелые искатели приключений, которые все же решают преодолеть расстояние в несколько тысяч километров, чтобы добраться до моря. Но лето – это еще и пора активных ремонтных работ в дорожной сфере. Один из самых значимых обновляемых участков на сегодняшний день находится в Могочинском районе с 439 по 483 километр трассы Амур-Чита-Хабаровск. В процессе используется современная технология холодной регенерации старого асфальтобетонного покрытия. Первоначально просыпается минерально вяжущий цемент. В дальнейшем идет автопоезд, получается, емкость с водой, с битумной эмульсией и непосредственно сам ресайклер, который производит смешивание непосредственно на дороге. Следом идет каток предуплотнения, затем грейдер. Далее производится само уплотнение до проектных параметров. Но это еще не все. После проделанной работы сверху укладывается два слоя асфальтобетонного покрытия. Первый этап – 15 километров, начиная с 439-го, уже готов на 80%. Осталось закончить укрепление кюветов и выполнить обустройство, установить металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и нанести разметку. Уже сейчас дорожники монтируют солнцевлагозащитные экраны и укладывают охлаждающие бермы для предупреждения появления в будущем просадок на дорожном полотне. За качеством исполнения тщательно следит строительный контроль. На данный момент производится устройство асфальтогранулобетонной смеси, где проверяется много конструктивных элементов, то есть количество цемента распределяемого, ширина, глубина слоя. Соответственно, лабораторный контроль – это влажность материала, обдирается пробы на месте, то есть после устройства сразу непосредственно ввозится в лабораторию, формуется материал и далее испытывается на седьмые сутки. Материал соответствует, качество достойное. С количеством цемента тоже нет проблем, ребята работают давно, наработано все, но все равно смотрим. При этом автомобильное движение на трассе ни на минуту не останавливается. А все благодаря организации реверсивного движения по одной полосе проезжей части. Правда, водители часто торопятся и не всегда соблюдают правила на ремонтном участке, жалуются дорожники. А это сильно мешает проведению работ. Поэтому автомобилистов просят немного потерпеть временные неудобства. Закончить обещают уже к концу ноября.